здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала сегодня мы поем вечерком после работы пар магазинку что там надо ждать один из них называется стейплс тут продается электроника как-то моё прошлое видео я делала наверно не обзор а распаковку посылки там были memory cards ну вот мы заказали 4 штуки не была такая хорошая акция в итоге одно оставили три возвращаем сейчас я беру вас с тобой ну по магазин к сожалению бродить не будем но времени нету просто вам так немножко покажу как он выглядит но ведь и вот он такой большой но мы прямым ходом идем на кассу ну вот в разваду закончен такой огромный магазин к сожалению не по установке не прогуляться поэтому как-нибудь другой раз ну сейчас мы заем ботинка в другом магазине называется canadian tire я уже делала большой обзор по нему там по акции для машины масло поэтому масло конечно надо менять каждые полгода или что-то такое заставка машина ну вот мы сейчас возьмем для как раз для этого магазин находится там же но только на противопожной стороне но за то что расстояние большие парковка видите огромная пешком далековато ну как не далековато но не удобно на машине принципе быстро но кстати это тоже canadian tire магазин которыми дело большой обзор в трех частях я кому будет интересно я оставлю в описании под видео ссылочку ну вот мы заходим вовнутрь я удивилась только много людей но мы тут гулять бродить тоже не будем сразу пойдем в отдел для машин ну как вы видите здесь тоже шоколадные зайцы пройдутся к их не пасхи вот не знаю яйца понятно не знаю что у них зайцы ну вот мы уже зашли в отдел для машин видно вон сейчас будем масло искать ну вот здесь вот начинается уже где стоит много сейчас найдем ту которая по акции но воду это уже тоже брали когда меняли масло машине вот цена на него 35 99 но к сожалению которая которым мы пользуемся его здесь нет видно уже распродали поэтому надо будет сходить наверно в другое как-то на днях масло синтетическое не знаю что так на русском говорят не так написано на на самой канистре в общем ничего не приобретя мы выходим из магазина забыл направляться в сторону дома а сектор певи и наб он все а и Ну вот, мы уже направляемся в сторону дома, как вы видите, в принципе, у нас дороги не очень хорошо освещены, не только здесь, даже по всему городу в принципе достаточно темные, здесь очень хорошо это ощущается. КОНЕЦ вот по пути мы проезжали станцию метро тут было много полиции, как вы видите потом в новостях узнала, что здесь мальчика ножом ударили 16-летнему был, он по дороге в больницу скончался это одно из таких происшествий которые происходят на протяжении в течении месяца, уже какие-то непонятные вообще происходят движения в городе в общем, очень жалко мальчика такая у нас погода была через пару дней, снежный что, в общем, был какой-то кошмар, посмотрите, ветер сильный и снег идет ну вот, мои дорогие на выходных решила приготовить вкусняшку очередную это, значит, называется начос это такой мексиканского стиля в магазине были купили кукурузные лепешки сейчас я делаю ну, что-то такое, типа сальсы чтобы добавить я вот там порезала перец у меня желтый и оранжевый опять-таки, можете использовать, как вы хотите кому как он нравится я его достаточно меленько порезала и, конечно, добавляю помидоры вот, у кого есть у меня небо в этот раз у кого есть авокадо авокадо сюда тоже пойдет ну, добавляю красный лук если у вас есть острый перчик вы любите, можете сюда тоже добавить в общем, это такая креативная штучка в мексиканских блюдах помимо лука добавляют кинзу очень часто ну, у меня как раз тоже есть я сейчас добавлю вы можете, если у вас есть оливки сюда тоже оливки добавить это уже очень вкусно будет я до этого добавляю у меня просто нет ну, под рукой ну, как обычно посолила поперча ну, нет, вы знаете соль не добавляла потому что сами кукурузные чипсы вот, которые продаются они уже соленые поэтому я только перестаба ну, вот парюш сосиски добавляла покупали мы копченые сардельки из птицы вот, они, конечно, были намного вкуснее это просто сосиски которые я в магазине брала ну, и сыр сыр на вкус какой вам нравится у меня кукубу я по акции покупала поэтому два разных смешала ну, сейчас покажу дальше я положила фольгу ну, в принципе может, что угодно мне с фольгой просто удобнее было работать вот такие вот чипсы они здесь с кукурузной муки но они не тяжелые как обычно что-то делать с кукурузной муки я разделила на две части вот, положила сосиски положила вот сальцу вокруг и сверху сыр, конечно и запекать запекать в духовке до расплавления сыра вот такая вот у меня красота получилась мы сейчас сядем перекусим всем, кто кушает приятного аппетита ну, а я на этой вкусной нотке буду заканчивать спасибо, что вы смотрите мои видео пожалуйста, подписывайтесь на мой канал если вы не подписались ну, и до новых встреч